Вот представьте себе, что есть некий текст, некая записка, с ней делаются две копии, два списка. Вот одна копия, один список идет сюда, вот в правый ряд. Мы его отдаем Вадиму и Дмитрию, и вторая копия отдается сюда, левый ряд, Сергею и Александру. И вот вы начинаете передавать, а переписывать. Каждый из вас быстро переписывает этот текст, причем сначала у вас есть время постараться, внимательными быть и так далее. И вы переписываете, отдаете следующему. Переписываете и уже списанный свой текст отдаете следующему. Вот как такой, ну не совсем испорченный телефон, конечно, да, но вот некий такой процесс. А потом, когда уже доходит, скажем, до предпоследнего ряда, я говорю, так, а теперь быстро-быстро-быстро, времени нет. Вы начинаете торопиться еще больше. Что получается? Получается, да, и потом мы берем все эти записки. Самый первый оригинал, первый экземпляр, автограф, что называется, мы уничтожаем, чтобы не было его. Следующие экземпляры мы рвем и оставляем от них небольшие кусочки, а более поздние экземпляры мы оставляем, ну не тронутыми, так, более-менее в целости и сохранности. Вот если сравнить более поздние экземпляры последнего ряда, вот ваш последний ряд и ваш последний ряд, то вы увидите, что, допустим, здесь у нас будут два экземпляра, потому что два человека сидят, здесь один, ну допустим, мы кого-то еще туда посадим, кавалерию, значит, чтобы было два человека тоже. Вы увидите, что экземпляры, которые в правом ряду, тексты, которые в правом ряду, в чем-то отличаются от текстов, которые в левом ряду. Почему они могут отличаться? Отличаться они могут по той простой причине, что вот первые две копии, допустим, три копии в самом начале, допустим, здесь была сделана ошибка, она повторяется на протяжении уже следующих дальнейшего копирования. Вы копируете с этой ошибкой. Здесь, допустим, этой ошибки не сделали, а сделали какую-то другую. Да, у этого ряда начинаются свои ошибки и получается то, что мы можем назвать двумя видами текста, двумя типами текста, в данном нашем случае левым и правым. И дальше наша задача будет состоять в том, чтобы разобраться, какой из этих типов текста наилучшим образом соответствует оригиналу, какой из этих видов текста наилучшим образом повторяет то, что было в оригинале. Может быть, правый текст в чем-то будет прав, в чем-то не прав, а левый текст чем-то другом окажется прав. Левый текст чем-то другом будет правильно воспроизводить оригинал. Наша задача будет заключаться в том, чтобы по этим рукописям восстановить оригинал. Вот в Новом Завете выделяется четыре типа текста по тому, где находятся соответствующие рукописи. Самый важный тип текста называется Александрийский. Это рукописи, обнаруженные в Египте, в Александрии и ее окрестностях, египетские рукописи. Он считается самым достоверным, потому что у нас больше всего текстового материала, материала Нового Завета, сохранившегося именно в ранних Александрийских рукописях. Вот есть древние авторитетные рукописи, которые были написаны хорошо. Самих рукописей не так много, но рукописи очень ранние. Даже тот факт, что фрагмент из Евангелия от Иоанна, да, по 52 на Египте уже о многом свидетельствует. Вот Александрийский тип текста считается очень авторитетным. Не всегда он прав, но авторитетность его очень велика. Дальше по убыванию авторитетности. Кесарийский текст. Если некое прочтение, если некий вариант поддержан и Александрийским, и Кесарийским текстом, скорее всего, это действительно есть первоначальное прочтение, первоначальный вариант. Дальше идет так называемый западный текст. Западный текст это, в общем-то, более поздние рукописи. Ну, хотя, не обязательно более поздние, потому что Ватиканский кодекс это такой яркий представитель западного текста. И так называемый византийский текст, который еще называется textus receptus, общепринятый, общепризнанный текст. А вот тут, друзья мои, начинается следующая история, следующая загадка, может быть, связанная с критикой текста. Вот если бы вопросы о разночтении решались по большинству голосов, то практически во всех случаях побеждал бы византийский текст. Ну, потому что там очень много рукописей. Помните, вот эти минускулы, не всегда качественные, но в большом количестве. Проблема-то в том, что нельзя вопросы текстологии решать большинством голосов. Ну, по-библейски нам с вами это понятно. Помните, что получилось, когда израиль, израильтяне проголосовали, стоит им входить в обетованную землю или нет? Помните, чем дело кончилось, да? Да. Вот. Как там число голосов-то распределилось? Сколько было за? Сколько было за то, чтобы войти? Двое, двое, двое получается, да? Ну, и Моисей. И Моисей, который, да, ну все-таки, да, все-таки трое, наверное. Вот. А сколько было против там, можно, можно посчитать, посмотреть по Библии, выяснить, выяснится, что, конечно, право в данном случае было меньшинство так вот в чем вопрос большой вопрос текстологии есть греческие рукописи есть византийские рукописи и есть все то случаи причем их довольно много в которых например три тысячи византийских рукописей имеют один вариант а три или четыре но рукописи 4 5 веков причем находящиеся в разных местах и на западе этом кодекс ватиканус и в египте допустим и в кесарии содержит другое прочтение так вот кто прав большое количество византийских рукописей 9-13 века или три-четыре ранних рукописи которые между собой согласны которые дают другой вариант не византийский но другой и вот тут друзья мои текстологи нового завета делятся на два лагеря слайда по этому поводу я не сделал поэтому расскажу без слайда один лагерь это люди которые а придерживаются этого текста большинства textus receptus общепринятого текста византийского текста и рассуждают эти люди так смотрите бог сохранил свое слово и византии он дал наибольшее количество рукописи соответствующих друг другу до существуют древние рукописи но их рук этих рукописей мало ну и что хорошее может быть из египта что хорошего может быть из ватикана кодекс ватиканус а поэтому определяющим для нас будет именно византийский текст а потом это для нас будет очень важно в переводе давайте подумаем ведь кирилл и мефодий мефодий прежде всего переводя священное писание должны были опираться на какие-то тексты фоне был кирилл мефодий были братьями из греческого города солоники перевод свой они делали в десятом веке вот как вы думаете угадайте с четвертого раза можно из первого на какую из текстологических групп на какую из такой из типов текста обирались они конечно византийский на греческий тип текста совершенно верно в четырнадцатом шестнадцатом веках начинаются 15 в пятнадцатом шестнадцатом веках начинаются активные переводы библии на национальные языки языки европы на какие тексты опираются переводчики этих языков этих текст бильбит и переводчики библии конечно те же самые потому что их больше они есть во всех библиотеках они доступны и уверяю вас что переводчик библии того времени не мог взять и сравнить там три тысячи рукописей в лучшем случае несколько рукописей было которые можно было изучить рукописи очень часто оказывались списками друг с друга значит получается то же самое человек должен опираться точно также чем должен опираться на византийский тихо тип текста и вот сторонники вот этой теории делают следующий шаг они говорят так бог благословил особым образом передачу текста через византию вот умножив рукописи в определенный исторический момент другая гипотеза другая теория это так называемая теория эклектического текста теория эклектического текста кто мне расскажет и всем нам заодно вот просто и доступно что такое эклектика и эклектический подход смешение эклектика это по большому счету смешение значит по гипотезе эклектического текста правильные прочтения прочтения которые были в оригинала в оригинале есть не только в византийском тексте но и в других типах текста также западном и в кесарийском и тем более александрийском значит наша задача составить до проанализировать эти рукописи руководстве с определенными правилами о них поговорим несколько позже и выяснить какой был первоначальный текст то есть составить первоначальный текст на основе данных всех этих рукописей такие попытки сделать это произвести такой анализ рукописи начались в шестнадцатом веке дальше у них все было все больше и больше именно исходя из таков именно исходя из такого метода из такой методологии делаются современные критические издания нового завета библейские общества выпускают новый завет с аппаратом внизу на каждой странице то есть примечаниями аппаратус примечания комментарии внизу на каждой странице допустим написано что вот в таких то рукописях такой-то вариант других рукописях другой вариант а вот современные переводы библии в частности русский перевод радостная весть перевод нового завета делаются именно по таким восстановленным текстом сегодня современное издание библейского общества утверждают что на 99 процентов мы уверены в прочтении нового завета мы уверены что текст нового завета установлен правильно и вот между сторонниками двух этих школ идут большие большие споры сторонники textus receptus общепринятого текста утверждают что их что другая школа портит священное описание что другая школа фактически занимается тем же самым чем занимаются либералы смотрит что нравится что не нравится сторонники же эклектического подхода говорят о том что ну смотрите есть древние рукописи если в древних рукописях которые географически отдалены друг от друга которые географически рассеяны если в этих древних рукописях вдруг мы находим не то же чтение не тот же вариант или не совсем тот же вариант что был в тексту с рецептус общепринятом тексте то почему не предположить что на формирование тексту с рецептус как может быть что правы вот эти рукописи более поздние а все древние рукописи не правы сторонников фиолетического текста спрашивают говорят ну а как откуда вы знаете да как вы восстанавливаете текст на каком основании мы текст можем восстановить ответ на это сформулирует мы были сформулированы правила даже не только в ответ на это а ну для того чтобы можно было работать для того чтобы можно было восстанавливать текст были сформулированы правила работы с текстом правила восстановления текста интересно что изначально эти правила сформулировали даже несовременные ученые изначально эти правила сформулировали богословы и библеисты еврейские те кто занимались еврейской библии потому что их тоже возникали проблемы с текстом вот здесь у вас на слайде 1 предпочтение дается более древнему варианту правильно или вас другое значит давайте прокомментируем с вами эти правила и объясним откуда они происходят да кстати говоря никогда не может быть что одно правило решающие обычно для того чтобы скажем так принять то или иное прочтение нужно посмотреть наследно нескольких критериев и первый критерий это критерий древности предпочтение обычно отдается более раннему варианту понятно потому что этот вариант ближе ко времени написания а там меньше возможности ошибки и потому что ранние рукописи по по своему качеству выше а не лучше если бы мы запустили бумажку и начали бы передавать вы переписывали бы ее то естественно предпочтение давалось бы тому что есть у нас переднем ряду соответственно дальше второй ряд и так далее предпочтение обычно при прочих равных отдается варианту более более раннему более древнему а второе правило это критерий простоты и сложности критерий простоты и сложности что имеется ввиду с ним нужно быть очень осторожным обычно монахи когда они переписывали текст стремились этот текст упростить чем человек не понимает слова и допустим старого слова которого уже в языке нет и вместо этого непонятного слова он ставит какое-нибудь слово понятно наверно все вы когда-нибудь и как-нибудь изучали иностранные языки английский немецкий мы все учились понемногу чему нибудь и как нибудь тут среди нас есть специалисты в этой области есть не очень специалисты но может быть вы пытались в школьные времена или не только в школьные времена расслышать слова песен на иностранном языке вот для того чтобы допустим самим ее спи и эти песни спеть и вот там встречается какое-то вам незнакомое слово слово не очень слышно скорее всего если вам нужно быстренько быстренько все-таки разобрать и что такое спеть вместо этого сложного и незнакомого вы споете услышите споете запишите простое и более знакомое происходит такое упрощение вот ваш покорный слуга в детстве слышал песню песня была хотят ли русский хотят ли русские войны вот я почему-то всегда слышал в раннем детстве котятки русские войны вот какие котятки какой войны вот хотят ли мне как для ребенка было непонятно почему причем тут а вот котятки русские это все нормально непонятно было войны как связано котятки и войны ну вот я думал что это наверное такая сложность взрослого мира вот чтобы это понять нужно вырасти а то же самое происходило с текстом библейским поэтому здесь более сложный и более простой вариант причем более сложный вариант объясним и понятно как человек из этого более сложного варианта мог получить более простой то вот более сложный вариант предпочитается тут кстати еще тоже важно надо чтобы исследователь текста мог объяснить как вообще такую ошибку можно было сделать например переписчик не туда посмотрел переписчик перепутал буквы переписчик перепутал слова то есть важно чтобы мы могли объяснить механизм происхождения той или иной ошибки следующая фраза следующее правило кажется противоречит предыдущему на самом деле ничего подобного предпочтение дается более короткому варианту ну во-первых сложнее не обязательно длиннее а во-вторых когда мы говорим о короткости и длинности речь идет вот о чем особенно в более позднее время у переписчиков появилось желание случайно или намеренно добавлять в текст слова и выражения например а в тексте написано об иисусе христе переписчик пишет об иисусе христе господи нашим откуда он взял господи нашим а так лучше звучит и это уважительнее по отношению к иисусу христу значит если некие рукописи особенно более поздние рукописи содержат более вот не длин длинно ты вот эти дополнения то ранние рукописи этих дополнений не содержит то исходя из сочетания вот этих правил предпочтение даста остается более ранним рукописям обратите внимание что эти что эти дополнения эти распространенные вот эти моменты а они не дополняют информации это просто допустим титулы а вот такого плана кроме того была одна такая достаточно распространенная текстовая ошибки технологическая ошибка или рукописная ошибка ошибка переписчиков дело следующим образом вот человек пишет и текст и считает необходимым новозаветные писцы имели возможность это сделать они считали себе возможным это сделать считает необходимым дать примечание объяснение вот он пишет текст а на полях делают какую-то свою ремарку а через пару поколений после него следующий писец следующий переписчик работает с манускриптом и вписывает ремарку которая была на полях в текст решая что наверное это должно быть в тексте почему-то у человека не не поместилось вот и он значит вынес это на поля вот таким образом проникали длинно ты в текст и как раз более позднее византийские рукописи они в общем-то самые длинные рукописи поэтому здесь предпочтение от отдается всегда или обычно отдается более короткому варианту предпочтение отдается варианту лучше всего объясняющему другие варианты это то о чем я уже коротко сказал скажем так нужно объяснить как человек скажем будут есть два варианта один из них правильный другое искажение нужно объяснить в какую сторону человек мог исказить текст в какую сторону человек мог исказить текст и почему он так мог исказить и мы не будем в это углубляться потому что времени нет но есть такие типичные ошибки переписчика который на самом деле все мы хорошо знаем и помним по собственным школьным временам когда мы писали сочинения когда мы писали диктанты когда мы списывали с учебника упражнения глаз перескочил с одной строчки на другую строчка текста пропущена или на человек забыл что одну строчку или одно слово уже написал он пишет его второй раз или похожие буквы человек не разобрался вот между одним из одного слова пишется другое слово вот типичные ошибки позволяют нам объяснить как скорее всего могли ошибиться ранние переписчики вот тот вариант который объясняет происхождение всех остальных и является предпочтительным нам не безразлично современная церковь и у нас есть что ей предложить поддержите наш проект молитвой финансами информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте 3wtv seminary.com следующее правило предпочтение дается варианту с более широкой географической дистрибуции извините пожалуйста за сложное слово в данном случае скажем так если этот вариант найден и в египте и в европе в западной европе и в греции а другой вариант найден допустим только в палестине только в иудее то какой вариант предпочтительным очевидно первый потому что рукописи содержащие первый вариант разнесли по широкому географическому простору запомните пожалуйста этот принцип он нам с вами пригодится сегодня предпочтение дается вот следующий принцип формулируется но с ним уже быть очень осторожным предпочтение отдается варианту наибольшим наибольный лучшим образом соответствующему стилю автора так то но стиль автора иногда меня и стиль автора иногда менялся если мы знаем что лука вообще-то говоря очень хорошо писал по-гречески в какой-то рукописи однако мы находим грамматические ошибки то на основании того что мы знаем о стиле евангелиста луки мы предпочитаем тот вариант в котором этих ошибок нет дальше предпочтение дается варианту который не содержит доктринальных искажений или очевидных доктринальных исправлений а что имеется ввиду действительно существовали испорченные рукописи но вот в этом общем большом количестве текста эти рукописи достаточно легко увидеть почему вы мне в этом скажете буквально через пару минут и когда такие варианты находятся когда находятся тексты с доктринальными искажениями с явными доктринальными исправлениями а вот господь сделал так что за счет других факторов передачи нового завета мы эти искажения всегда достаточно легко можем заметить а теперь мы возвращаемся к вопросу с которого я сегодня начал вот представьте себе что я какой-то негодяй истории церкви негодяй из истории церкви который взял и захотел попортить испортить рукописи нового завета ну дабы потом могли сказать что да вот кто-то взял и все исправил я не буду говорить что это невозможно я буду говорить что это очень очень сложно почему вот эта идея взять и попортить все рукописи нового завета наиболее слой почему эта идея настолько сложна и в общем действительно практически невозможно пожалуйста ваши ответы их на самом деле может быть может быть несколько поэтому географическая дистрибуция объясните пожалуйста вот я захотел попортить и что я не могу попортить рукописи нового текане я могу попортить рукопись которая которая здесь при мне и потом с этой рукописи будут делать списки и пойдет какая-то может быть не очень хорошая ветвь совершенно верно если эта ветвь размножится ну тогда проблема но все равно исходя из географической дистрибуции есть и другие ветви а хорошо какие еще а аж почему бы тогда мне не вклиниться пораньше ведь в принципе чем раньше я вклинился в этот процесс тем больше у меня шансов попортить рукописи до до начала широкой такой большой географической дистрибуции почему там было сложно попортить какие у вас есть аргументы количество количество было небольшое действительно количество было небольшое там были люди близкие по времени к апостолам даже сторонники вот этой теории порчи рукописи или намеренного искажения рукописи церковью даже сторонники этой теории не осмеливаются утверждать что в сотом двухсотом годах рукописи портят и они обычно говорят о том что портили рукописи уже по заказу римских властей после 300 года вот но тогда географическая дистрибуция уже была и в частности синайский кодекс а и более поздние греческие тексты тому серьезное свидетельство значит более поздняя порча действительно невозможно или с очень очень сложная за географической дистрибуции более ранние порча невозможно или сложна ну во первых по той же причине потому что как мы помним рукописи множились рано во вторых она невозможно или очень сложна по причине того что на раннем этапе очень велико уважение христиан к тексту к священному тексту есть еще два соображения по крайней мере два соображения делающие предположение о ранней порчи текста очень маловероятным вспомните пожалуйста про ранние переводы мы сами говорили например про сирийский перевод третий век нашей эры вспомните пожалуйста про отцов церкви мы сами говорили что отцы церкви процитировали 95 процентов иначе начали они это делать уже года 70 нашей эры то есть даже если портить рукописи а рукописи портили такие такое случалось и в общем сторонники теории порчи рукописи отчасти правы это было но эти случаи очень легко вычленяются на фоне того что бог сделал для сохранения его слова сейчас мы будем сейчас мы с вами сделаем небольшой перерыв но перед этим я хотел бы подвести чертуш называется вот здесь в этом плане поставить точку бог во первых решил обратиться к людям он обратился к людям через свое живое слово через иисуса христа и обратился и словом и делом приняв в тот момент когда иисус принял смерть на нас за нас на голгофском кресте бог также обратился к нам говорит к нам через свое слово через священное писание записанное слово на человеческом языке дабы нам было понятно и дабы нам не рассуждать потом о том каком кому какие видения были и бог сделал так чтобы различными способами его слова до нас дошло одна из уникальных особенностей библии и по сравнению с другой литературы мирской литературы и по сравнению с религиозными книгами с другими религиозными книгами заключается как раз в ее передаче в случае ветхого завета небольшое количество рукописи но очень преданные очень посвященные люди в случае нового завета большое количество рукописи которые мы находим на большом географическом пространстве которые позволяют нам восстановить как говорится с 99 процентной точностью текст нового завета и самое самое последнее в следующем часе мы с вами будем смотреть рассматривать пару конкретных текстологических проблем и важность этих проблем для но заветного богословия я покажу вам пожалуй три самые большие самые яркие проблемы но если вы обратитесь к священным к изданиям священного писания к изданиям библии снабженным комментариями стать текстологическими комментариями вы увидите что на самом деле вот эти так называемые текстологические проблемы подавляющее подавляющее большинство далеко не столь серьезно ну например если артикль перед тем или иным словом или что написано иисус или иисус христос его или иисуса то есть обычно как мы говорим вот проблема проблема давайте мы их будем решать мы будем разбираться понимаете речь не идет о том что в одних рукописях написано что не знаю иисус провел что иисус воскресе в воскресенье других возле суба воскресенье утром до на рассвете а других понедельник речь не идет о таких разночтениях речь подавляющим подавляющим большинстве случаев идет о моментах которые мы даже не заметим мы иногда на проповеди начинаем библию читать и допускаем такие ошибки которые в в дом для новозаветного текста были бы совершенно неприемлемы слову пропустили слова добавили ни одно из серьезных богословских утверждений ни один из серьезных богословских постулатов христианства не затрагивается теми текстологическими проблемами которые мы решаем при восстановлении но заветного текста но несмотря на это мы хотим восстановить новозаветный текст таким как как он есть на самом деле, какой он был изначально нам дан, вплоть до мелочей. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»